Братья и сестры, приветствую вас! Слава Богу за дарованную возможность быть в Доме молитвы. И сегодня у нас, как обычно, в среду будет рассуждение над нашим вероучением. Вероучение Церкви Спасения, вероучение нашего Северо-Западного объединения. Я должен сказать, что сегодня, как и в прошлый раз, я думаю, в следующий несколько раз мы будем проходить, рассматривать, изучать эту большую главу, большой пункт, который называется «Спасение». И, как я уже перечислил для вас, в этот пункт входит несколько подпунктов. Искупление, оправдание, усыновление, вера, покаяние, обращение, возрождение, крещение Духом Святым, освящение, уверенность в спасении и христианская радость. Все это входит в этот большой пункт, в большую тему спасения. И сегодня мы порассуждаем на тему вера и немножко коснемся покаяния, вопрос покаяния. Но давайте сначала обратимся к нашему вероучению и прочитаем так, как оно записано в этом документе. Вера. Для получения спасения необходима вера, которая происходит от слышания Слова Божьего. Спасительная вера – это ответ человека на Божье предложение спасения, выражающееся в безусловном принятии вести Евангелия и доверии Христу как единственному Спасителю и Господу. Исповедание Иисуса Христа Господом и Спасителем является подтверждением истинной веры. Об истинной вере свидетельствуют дела веры, верующие, призванные возрастать в вере и познании Господа через слышание и изучение Слова Божьего, молитву и богоугодную жизнь. Итак, вера. И что такое вера? Знаете, каждый раз, когда мы задаем этот вопрос, и особенно когда мы готовим людей к тому, чтобы они принимали крещение, мы говорим, мы учим, мы спрашиваем, ожидаем ответ, что люди будут отвечать этим таким знакомым для всех нас стихом из Евреям 11 главы, первый стих. «Вера же есть осуществление и уверенность в невидимом». Вы знаете, этот стих, при том всем, что так красиво и, кажется, так правильно описывает значение веры, он не дает определения, что же такое вера. Согласно этому стиху, мы понимаем, что вера делает. Вера делает то, что ожидаемое становится таким реальным, как если мы уже им обладали. Вера порождает уверенность в реальности духовных благословений. И можно сказать, что вера приносит будущее в настоящее, и невидимое делает видимым. Можно подумать, что вера – это какой-то шаг в неизвестность, но это не так. Именно вера требует серьезных доказательств, прежде чем человек может сказать «я верю». Вере необходимы какие-то откровения или обетования. Она требует самых твердых, непоколебимых доказательств. И, конечно, верующий человек находит эти доказательства в Священном Писании, в Библии. Правда, кто-то сказал, что вера неограничена возможным. Она начинается именно там, где заканчивается возможное. Но если мы пытаемся определить таким коротким термином, что же такое вера, то нужно сказать, что вера – это значит доверять кому-то и считать что-то истинным. Когда мы читаем Священное Писание на страницах Библии, мы можем найти несколько видов веры. Я сегодня хочу обратить внимание на четыре вида веры, которые мы находим в Библии. Первое – это вера, основанная на знании и традиции. То есть вера – это где-то на таком ментальном, интеллектуальном уровне, которая пришла от какого-то воспитания или обучения. И я думаю, что многие из нас согласятся, что мы не раз слышали такой термин или такие слова, когда люди нам говорили «я не хочу менять своей веры». Вы знаете, в Писании, особенно в Новом Завете, ну и в Старом Завете, много есть мест, когда люди говорили, что обращались к кому-то, каким-то духовным лидерам, каким-то духовным таким мужам веры, и они говорили такими словами «Бог, которого ты веруешь» или «Бог, которому ты служишь». То есть они говорили, что есть Бог, которому кто-то верит. Ну и я верю, но моя вера недостаточно сильна, чтобы верить в то, что ты веруешь. Это говорит о том, что есть какая-то вера в сердце человека, но это не что-то личное, не что-то собственное. К этому виду веры можно отнести и веру бесовскую. Я знаю, что мы не раз слышали и такой термин, что и бесы веруют и трепещут. Они веруют и трепещут, но их веру нельзя сказать или подвести вот под этот итог или вот это определение, которое мы с вами сказали – доверять кому-то или считать что-то истинное. Нужно сказать, что вера, основанная на знании и традиции, не спасает. Второй вид веры, который мы можем найти – это вера, связанная с чудесами и знамениями. И тоже на страницах Библии мы находим очень много примеров, когда говорится именно об этой вере. Я хочу прочитать Диане, 14 глава, 8-й, 10-й стих. Это будет как в пример. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, от чрева матери своей и никуда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И он тотчас скачил и стал ходить. Вот этот пример говорит об этой вере, которая была связана с чудесами и знамениями. Другие, как я сказал, очень много примеров. Например, исцеление слуги сотника, который жил в Капернауме. И когда Господь Иисус Христос исцелил его, или даже до того, когда он исцелил, он сказал об вере этого сотника такими словами, «Даже в Израиле я не нашел такой веры». Или, я думаю, что вы помните, когда Хананенко бежала за Иисусом Христом и просила помощи, потому что ее дочь бесновалась, и это отягчала очень сильно мать, и она бежала и просила. И потом, когда после такого короткого разговора Господь Иисус Христос подвел такой итог об вере этой женщины, он сказал, «О, женщина, велика вера Твоя». Третий вид веры, который хочу обратить внимание, это, можно сказать, такое место есть, или притча, которую Господь Иисус Христос сказал, и очень ярко там отображено. Это записано в Луки, 8 глава, 1 стихом. Там написаны такие слова, «А упадшие на камень – это те, которые услышал Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». Ну и четвертое – это спасительная вера. Это то определение, которое мы прочитали в начале, которое записано на сверучении. Спасительная вера – это ответ человека на Божие предложения спасения, выражающиеся в безусловном принятии вести Евангелия и доверии Христу как единственному Спасителю и Господу. Ефесио нам во 2 главе, 8 и 9 стихом написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И поэтому, братья и сестры, когда мы говорим сегодня о вере, мы хотим свое внимание особенно сосредоточить вот это на четвертом – спасительная вера. И это очень для нас, как христиан, последователей Господа Иисуса Христа очень важно. Поэтому, когда мы говорим о спасительной вере, возникает вопрос – откуда берется вера? И ответ тоже все мы знаем – вера от слышания, слышание Слова Божья. Мы доверяем Господу Иисусу Христу, мы доверяем Библии и принимаем все записанное в ней как истину, открытую нам Богом. Мы погружаемся в познание о Боге, мы, люди, понимаем, принимаем и практикуем это Божественное Откровение и стараемся возрастать в нем. Спасительная вера – это твердое упование на Иисуса Христа, Его искупительную смерть и воскресение как единственную надежду своего вечного спасения. И когда мы говорим о спасительной вере, я хочу выделить очень три важных аспекта, которые составляют спасительную веру, которые очень необходимо иметь каждому человеку. Здесь мы говорим о том, что каждый человек должен в вере спасительной, которую он имеет, должен находиться вот этот интеллектуальный аспект, то есть на уровне разума. Человек на этом уровне принимает, признает Иисуса Христа тем, кем он поистине является. Верующий признает истину Евангелия, понимает и принимает ее. Но нужно сказать, что очень многие люди в этом мире, они веруют только на интеллектуальном уровне. И я больше чем уверен, что вам приходилось встречать в своей жизни таких людей, которые говорили, что в Бога веруют, и даже не отрицали жизнь Иисуса Христа на земле две тысячи лет назад. Но этого не было достаточно, чтобы сказать, что у них есть спасительная вера. Поэтому мы говорим о втором аспекте, который тоже очень важен. Это эмоциональный аспект, или просто сказать, чувство человека. Личность Иисуса Христа привлекает человека к себе, и человек просто не может остаться равнодушным. Он услышал, он понял интеллектуальный аспект, он понял эту весь спасение, он уразумел то, что ему открыто, и он не может просто спокойно к этому относиться. Он реагирует, он сокрушается, он сожалеет, что его грехи причинили страдания и смерть Сыну Божью, и принимает решение действовать. Эмоции, чувства, у всех людей они по-разному, не все одинаковые. Один человек радуется и улыбается, другой плачет. Много людей во время обращения к Богу проливали слезы, и очень даже иногда много слез, но некоторые из них следовали за Иисусом Христом в очень короткое время. Другие люди не плакали, когда обращались, когда приходили к Иисусу Христу, когда доверяли свою жизнь Ему. И даже можно было подумать и поставить под сомнение их покаяние, но они хранили верность Господу Иисусу Христу всю свою жизнь. Вот насколько разные люди, и вот этот эмоциональный аспект, вот этой складовой веры, он очень по-разному у людей. И третье, нужно сказать, это волевой аспект, воля. Человек полагается на Христа, принимает решение следовать за Господом, а Библию принимает, как написанное, послание к Нему лично. Не кому-то, не просто книжицу какую-то, послание, написанное Ему лично. И когда Он изучает Библию, когда Он читает, и Он понимает, что Господь к Нему говорит через это слово. И поэтому я хочу еще немножко отметить вот за силу воли. Знаете, один человек как-то сказал, сила есть, воля есть, а силы воли нет. И нужно сказать, что воля или сила воли у каждого человека тоже не одинаковая, и каждый человек реагирует по-разному. Вы хотите проверить, какая у вас сила воли? Вы хотите ответить на этот вопрос? Поставьте себе цель и идите к ней. И вы увидите, как надолго вас хватит. И это в некоторой мере будет определять вашу волю, какая у вас воля. Ну, я бы мог даже такие практические советы дать. Например, можно решить не кушать сладкого. Как долго вас хватит, чтобы не кушать сладкого? Попробуйте. Или другой момент. В пять часов утра вставать, читать Библию. Тоже не у всех получается. Но если на волевом уровне себя заставить, вы можете продержаться, вы можете это делать, и вы увидите, какая у вас воля. Насколько сильно у вас воля, что она заставит вас подниматься каждое утро чуть пораньше, чтобы пять часов читать Библию. Я должен сказать, что есть исключения. И здесь речь не идет о тех людях, которым нельзя кушать сладкого. Или они годами уже его не кушают. Или на работу встают 4.30 утра и привыкли к этому. Здесь речь не идет о воле. Здесь идет уже о привычке, о рутинной такой жизни. Поэтому, когда мы говорим о том, как проверить свою волю, поставьте цель и идите к ней и увидите, какая у вас воля. Так вот, интеллектуальные, эмоциональный, волевой аспект – это складовые веры, веры спасительной. Когда у человека есть спасительная вера, все три аспекта должны присутствовать. И знаете, когда мы исследуем Священное Писание, один из таких ярких примеров – это когда Господь Иисус Христос разговаривал с Самарянкой, Он там сказал такие слова, и мне кажется, что очень четко отображены эти все три аспекта. «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить» – здесь речь идет об интеллектуальном аспекте – «ты бы сама просила у Него, эмоциональный, и Он бы дал тебе воду живую». Здесь получить воду живую – это волевой аспект. Поэтому узнать, просить и получить эта часть вот этих аспектов. И это очень важно, над этим работать, думать, потому что, как я сказал, много людей веруют Иисусу Христу только разумом. Некоторые чувствительно, знаете, когда вот все, это как может быть в некоторой мере, может, не совсем удачное сравнение, но когда на стадионе все кричат за какую-то футбольную команду, то вот такой дух, он поднимает и других кричать, которые никогда не кричали. Это на эмоциональном уровне. И волевой аспект – это когда человек имеет силу воли, решает что-то сделать, и в данном случае следовать за Иисусом Христом, посвятить свою жизнь, исполнить заповеди, послужить Господу как он может. Поэтому три аспекта вот этой спасительной веры очень важны – интеллектуальный, эмоциональный и волевой аспект. Когда мы читаем Священное Писание, мы можем найти еще такое определение вера как заповедь. И, как я сказал, исследуя, очень много указаний таких есть. Например, Иоанна 20 глава 31 стихом сказано, что это Евангелие, то есть Иоанн уже в конце Евангелия своего написал эти слова. Он говорит, что это Евангелие от Иоанна было написано для того, чтобы мы уверовали, чтобы вы уверовали, там он написал, то есть мы, чтобы уверовали, что Иисус Христос, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. В другом месте написано, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. То есть в этих же словах мы понимаем, мы читаем, что есть такое понимание вера как заповедь. Писание говорит нам о вере как этой заповеди, которая дана нам Господом Богом. И нам нужно, или человеку нужно, как вот Евреям 11 глава 6 стих написано, чтобы приходящий к Богу веровал. Но исследуя Библию, мы находим еще несколько, я здесь понимаю, что я не всех перечислил, но вера как заповедь, еще и другие такие указания мы получаем. Вера – это дело Божие. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вера обязательная для молитвы. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Вера – это наша обязанность, а заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. Вера нас защищает. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Вера – это сражение. Подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, которой Ты призван, и исповедуй доброе исповедание пред многими свидетелями. Я еще должен сказать, что когда мы говорим о спасительной вере, о котором так много написано в Писании, говорится в Писании, то нужно отметить, что спасительная вера, вера в Господа нашего Иисуса Христа, это вера в. В большинстве случаев, когда мы читаем, когда мы исследуем, мы увидим вот это, не совсем словосочетание, но два слова, которые стоят вместе. Вера – вы. И мы увидим вот даже слова, которые Господь Иисус Христос сказал своим ученикам, Он сказал, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В основном, когда мы смотрим вот на эти две буквы, на эти два слова вместе, мы понимаем, что они так созвучны. Веровать в – погрузиться в –. Они созвучны, говорят о том, что это какое-то действие. То есть вера спасительная, вера в Господа Иисуса Христа, это говорит об особенных отношениях и об активном действии. Например, мы можем сказать веровать в –. Ходить в –. Ходить в Нем, жить в Нем. Да, мы привыкли к таким терминам. Но если мы говорим, например, говорить в Нем или наблюдать в Нем или думать в Нем, как-то не звучит, правда? Поэтому даже много и глубоко уже не копаясь, уже на поверхности понятно, что если мы говорим о спасительной вере, вере в Господа Иисуса Христа, она именно предполагает активное действие. Вера – это имеет активное действие. И, конечно, братья и сестры, когда мы задаем себе вопрос, «Имею ли я веру? Какая вера у меня?» И это очень хороший вопрос. И если нас такие вопросы беспокоят, то я должен сказать, что мы на правильном пути. Нам нужно исследовать себя, нам нужно проверять, верили ли мы. И когда мы задаем такие вопросы, то есть некоторые такие свидетельства, которые мы можем получить, есть ли у нас, присутствует в нас вера или ее нету, есть ли у нас эта самая спасительная вера или нету. Поэтому самое первое, что нужно отметить, что спасительная вера, она имеет дела веры. Не может просто быть, если мы уже сказали, что вера – это активное действие, то не может просто быть, чтобы вера была пассивным действием, чтобы вера не имела дел. И даже в послании Иакова, 2 глава, 26 стихом так и написано, «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Еще одно такое определение спасительной веры – это то, что спасительная вера, она направлена на прославление того, в кого я верю. В нашем случае мы прославляем Господа Иисуса Христа, потому что мы верим в Господа, мы верим в Господа Иисуса Христа. И вот подтверждение слова, «Итак, все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Если человек жизнь свою проводит, если человек исполняет заповеди, если человек просто живет, и все это жизнь его, его поступки, спит ли, бодрствует, кушает ли, еще что-нибудь делает, все делает во славу Господа Иисуса Христа, это говорит о наличии веры в сердце человека. Ну и еще одно, что очень важно отметить, и, как я сказал, на основании нашего вероучения, это исповедание Господа Иисуса Христа. И мы находим на страницах книг «Деяния» очень яркий пример такой Филиппа и Евнуха. Помните, когда Филипп пристал к колеснице, и Евнух спрашивал очень много вопросов, Филипп объяснял, отвечал, и в один момент они остановились, и Евнух спрашивает, «Что препятствует мне креститься?» И Филипп отвечает, «Если веруешь от всего сердца, можно». И дальше идут такие слова, «И Евнух сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Исповедание. И что интересно, в данном случае, в данном примере, здесь Филипп даже не спросил, знаете, как мы спрашиваем, «Веруешь ли ты в Господа Иисуса Христа всем сердцем?» Здесь он просто сам говорит, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Рыльянам 10 глава, 9-10 стихи написано, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Спасительная вера, она имеет дела веры, она прославляет Христа, она исповедует Иисуса Христа Господом. Ну и немножко о покаянии. Покаяние, как в нас записано в вероучении, это осознание человеком своей порочности, сожаление о грехе и его исповедании. Покаяние является результатом действия в человека благодати Божьей посредством Слова Божьего и ведет его к обращению. Покаяние, конечно, идет после веры. И подобно вере, оно тоже имеет несколько ступеней и складывается из нескольких частей или действий. И когда мы говорим о покаянии, нужно отметить такие три составные, которые очень важны, чтобы это был полный процесс, как бы так сказать, создать покаяние. Потому что это тоже активное действие. Самое первое, самое главное, это признание или осознание своей порочности. Если человек не признает себя грешником, если человек не сожалеет, если человек не понял, что он нуждается в Спасителе, что так дальше жить нельзя, то это еще не покаяние. Покаяние начинается с признания. «Ой, я грешник бедный, правда я таков?» И тогда уже следующие ступени пойдут. Сожаление и исповедание. То есть человек сожалеет, что он делал, что делал и поступал неправильно, и он должен заявить перед людьми, он должен заявить перед физическим и духовным миром, что он сожалеет, что он исповедует свои грехи, что он кается, и это нужно обязательно сделать. Ну и оставление греха, конечно, очень важная часть. Отказаться, оставить, уйти. Не может человек покаяться, если искренне не уверует. Если вы помните, я уже говорил об этих троих таких очень важных, это когда человек понимает, то есть на интеллектуальном уровне, когда человек чувствами реагирует и включается его воля. Вот это приходит вера. И когда вера есть в человека, в сердце человека, то должна быть вот реакция такая. Признание, осознание своей порочности, сожаление, исповедание и оставление греха. В Священном Писании очень тоже много примеров разных, и я приведу только два. Например, один, который очень четко говорит о том, что у человека чего-то не хватало, то ли веры, то ли неправильное покаяние. И это Иуда, ученик Господа Иисуса Христа. Смотрите, он ходил за Господом Иисусом Христом, но в один день он его предал. Но после предания он раскаялся. Мы же читаем, что он раскаялся, он даже деньги принес и бросил вот к ногам священников и сказал, продал я кровь невинную. Но ни эта вера, ни это покаяние ему пользы не принесло, потому что он пошел и удавился. Другой пример это блудный сын. Очень яркий пример, который говорит о том, что у человека появилась вера, что у человека появилось настоящее покаяние. он признал, он признал, что то место, где он находится, не для него, его доме, отца его намного лучше даже слуги, рабы живут. Он признал, он понял это, он сожалел, он исповедовался, когда пришел, он оставил, ушел, пришел к отцу и попросился, чтобы его приняли хотя бы слугой. Поэтому вот эти два примера, которые очень ярко и четко говорят о том, что можно, может быть человек, у которого нету веры и не будет настоящего покаяния, или наоборот, если человек даже попытается покаяться, то это не принесет такого достойного результата. Поэтому, братья и сестры, я буду заканчивать и хотелось бы пожелать, чтобы каждый из нас проверил свое состояние перед Богом, чтобы каждый из нас мог пережить, я надеюсь, что большинство пережили этот прекрасный момент в своей жизни, когда вера Господа Иисуса Христа наполнила наше сердце, и мы отреагировали правильно, мы отреагировали покаянием, настоящим, искренним покаянием, и были осознания, и были чувства, и проявилась воля. И поэтому мы здесь в этот вечерний час, и мы хотим Господа прославить и Господу поклониться, и просто, может быть, для тех, кто нас слушает, но еще не принес вот этого плода покаяния, я хочу предостеречь и сказать словами одного известного проповедника, что если вы чувствуете, что Господь вашего сердца касается, не ожесточите свое сердце, потому что встречи назначает Бог, а не мы. Мы не можем сказать, что вот сегодня такой день, а на Пасху я дам обещание служить Господу. Не обманывайте себя, Пасха для некоторых может не настать. Поэтому, когда Господь открывает сердца наши Духом Святым, когда в нас появляется вера и понимание, кто мы, где мы, и Господь влечет нас к покаянию, то, чтобы у нас была отдача, чтобы у нас был вот этот ответ нашего сердца. Я хочу закончить словами одного проповедника, который сказал так, «Вера приводит нас в соприкосновение с вечным источником любви в самом Боге, и как неизбежное следствие этого, наши преисполненные любви сердца начинают тянуться ко всем, принадлежащим Ему». Это в некоторой мере определение веры тоже. Как я сказал, понимание, чувство, воля – это то, что влечет нас друг другу, то, что в нас собирает вместе, побыть в общении друг с другом, наши сердца тянутся ко всем принадлежащим Господу Иисусу Христу, потому что мы веруем, что незримо пребывает в этом общении. Поэтому, братья и сестры, давайте помолимся, поблагодарим Господа и прославим Его. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok